Доброго времени суток, друзья! Данную информацию должен знать, осознавать и применять на практике каждый тренирующийся натурально для реального и постоянного прогресса. Тренировки для определенных достижений требуют различных режимов. Тренинг на массу быстрых мышечных волокон предполагает тренировки, после которых вы будете отдыхать день-два, а иногда и три. От 8 до 12 повторений, не до отказа. 2-3 рабочих подхода в упражнении максимум. 3 упражнения на крупную группу мышц и 2 на мелкую. Отдыхать между подходами от минуты до полторы. Амплитуда движения неполная, вес не выжимается полностью и не опускается в самую нижнюю точку, сантиметра на два. Негативная фаза средне-замедленная, позитивная взрывная-быстрая. Тренинг на массу медленных мышечных волокон предполагает тренировки хоть каждый день от 3 до 9 подходов. С 30-40 секундами работы и 30 секундами отдыха между ними. Тренировка мышц антагонистов при таком подходе возможно друг за другом. При тренинге одной мышечной группы между такими сериями нужно отдыхать 10 минут минимум. Амплитуда движения укороченная. Негативная фаза медленная, как и позитивная. Две-три серии на крупные группы мышц и по одной-две на мелкие. Тренинг на массу промежуточных мышечных волокон. Самый трудоемкий и энергоемкий. Предполагает тренировки после которых вы будете отдыхать день-два, а иногда и три. До трех подводящих подходов в упражнении по 12 повторений. Плюс один рабочий сет на 12-15 повторений до мышечного отказа. Затем сброс веса на 15-20 процентов и немедленное выполнение еще 6-8 повторений до полного мышечного отказа. Отдых между подводящими подходами от минуты до полторы. Между упражнениями до двух минут. Два упражнения на крупную группу мышц и по одному на мелкую. Амплитуда движения полная. Негативная фаза средняя, позитивная, взрывная, быстрая. Тренинг на силу. Предполагает различные тренировки. После которых вы будете отдыхать два, а иногда и три дня. Первая тренировка. Когда вы работаете с окопредельными весами на 2-5 повторения. Недомышечного отказа. Плюс одно повторение всегда в запасе. От одного до двух упражнений на крупную мышечную группу. И по одному на малую. Отдых между подходами от двух минут до десяти. По три-пять рабочих подходов в упражнении. Амплитуда движения полная. Негативная фаза средняя, позитивная, взрывная, быстрая. Следующая тренировка. С цепями или резиновыми жгутами на обоих концах грифа. Вес подбирается такой, чтобы смогли сделать 6-8 повторений в подходе. Плюс 2-3 повторения в запасе. Амплитуда движения полная. Негативная фаза средняя, замедленная. Позитивная, взрывная, быстрая. От пяти до семи подходов в упражнении. По одному упражнению на мышечную группу. Следующая тренировка с весами от 50 до 70 процентов от разового максимума. На три повторения. Либо на 5-7 соответственно. Плюс три повторений в запасе. Амплитуда движения полная. Негативная фаза замедленная. Позитивная, взрывная, максимально быстрая. Отдых между подходами от минуты до двух. 2-3 упражнения на крупную группу мышц. Одно-два на мелкую. Еще один вид тренировок на взрывную силу, которую в большинстве случаев незаслуженно обходят стороной. Выпрыгивание из низкого сета. Запрыгивание на высокую опору. Отжимания с хлопком. Спринтерские выбегания. Тяжелоатлетические рывки и толчки. Тренинг на выносливость, или как сейчас принято говорить, функциональный тренинг, может быть, как ежедневно интенсивным, что приведет к гипертрофии сердца, что в итоге нехорошо для здоровья, а может быть грамотным, когда вы сначала тренируетесь на увеличение мышечной массы, а после на преобладание в своих мышцах медленных окислительных мышечных волокон. Силовая, основная часть тренировки, должна занимать максимум 50 минут, плюс необходимое время на разминку и заминку с растяжкой. Об этом, обо всем есть видео. Никогда, нигде не применяются отказные подходы, кроме как тренировок на промежуточные мышечные волокна. Эти простые принципы помогут натуральному атлету, и не очень, не топтаться на месте и уверенно прогрессировать. А как применять их на практике, состыковывая между собой, вы можете более подробно узнать, посмотрев мой отдельный плейлист о периодизации тренинга по типу различных мышечных волокон. Данную и другую информацию из моих видео вы всегда можете получить в печатном виде. Для этого просто-напросто нужно написать мне ВКонтакт. Следи за техникой, и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно, или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!